Вот когда Господь благословляет, и заезжая в библиотеку, я теперь должен сказать, раскладываю книгу и кратко содержание дать. На всё, про всё мне отпущено не больше 15 минут. Вот в таком темпе ехать и вызвать доверие, а кто-то там со стороны, а вы о себе говорите всё время. Ну, я в каждом месте захожу, я начинаю с этого. Меня сестра вызывает, ну, братка, приехай, у нас сибирские ребятички учатся в школе. И с учительницей договорилась, с директором, ну, чтобы там выступить, они, говорит, ничего не знают. Меня тут трудно трогать, но если уже струнули, меня уже не остановить. Я буду от океана, от океана ехать тогда. Это, говорит, бежит, земля дорожит, упадёт, триня лежит. И вот здесь такая же история. Я приезжаю, два-три класса сгоняют в один, там стулья, таблетки, там всё это. Ну, и когда кончится, я звонок, перехожу, на той стороне уже приготовились. И всю неделю, а за мной ходит завуч, это заместитель директора. И она в конце говорит, вот, я всё это поняла, не могу понять, Лапкин, как так? Вот вы всё время делаете вступление. Это считайте, сколько вы за день проходили, и неделя, и всё по-разному. И как вы это знаете, а вы тему-то мне даёте, как, говорит, как мы? Ну, я говорю, зашёл, ну да, а что там, у вас написано, экономика должна быть экономной. Ну, ну вот всё, теперь я буду говорить, связываясь с этим. В другом месте зашли, картина, картина там лежит, Ге, Николай Ге, кажется его звать, и Леонардо да Винчи. И я их складываю вместе, а там падший демон за голову схватился, а тут за столом тайные вечеры. Теперь я показываю. Я говорю, картину эту, вот рисовал он столько-то лет, и трудно было нарисовать апостолов. И вот он искал образы, пишут-то с натуры, он не выдумывает это. И он нашёл где-то в каком-то церковном хору молодого юношу, там лет 17, и он из него срисовал образ Христа. А дальше картина застопорилась, не может найти образ Иуды. И наконец в одном месте он встретил такого, и глаза там, и предательство, и корыстолюбие, всё написано. И он, ты хотел бы деньги заработать, а что делать? Да не делать, просто сидеть ничего не делать. За ничего не делать никто не платит. Я плачу, я художник. А, я с вас хочу картину нарисовать, ему Иуду надо рисовать. Согласен. Ну, пришли, когда у него картина задёрнутая. И он когда открыл, тот сразу подошёл, уткнулся. А вот это кто? Да это Христос. А, вам тоже это сидел перед вами? Да. Так это я был. Вот, вот, вот. Слышали? Да. Превратился. Да. Какая трансформация произошла. Я это всё говорю ученикам, они разъянного род слушают. Когда в школе одной преподавали, Надежда, я называю 68-я школа. Да. Вот. А там кто был, какова фамилия? Яковлев. Вот. Виктор Николаев. Директор. Виктор. Ну, допустим, тема такая идут, отцы и дети Тургенева. И он считает, а я говорю, у нас такой тандем был с ним, там, а потом пошли, там, где учительская. Там это время он вызывает какую-то, там, ученицу, и её начинает. Сказать, ты вот такое делал, ты почему так, в самом деле так. И она сидит, голову опустила, видно, что уже тёртая. И потом говорит, ещё мать-то про это не знает, что ты тут делаешь, что ты закуривала, как она взъелась-то. Вы, мать мою, не трогайте! Я за мать любому глаза выдеру. Директору это говорит-то. То есть она матери самую большую пещадь доставляет, но мать не трогает. Не забуду, мать родную, заключённая пишет, не забудет. А мать без тебя осталась, не забудет. Десятку лет-то она тебя видеть не будет. Теперь тянуть из дома будешь. Ну, я знаю, что им сказать здесь. И вот здесь, когда мы приходим в новую где-то библиотеку, другие говорят нам праздник, а другой директор в другую комнату, ну, хоть маленько, возьмите деньги там, где сует. На дорогу хотя. Я говорю, мы делаем бесплатно. Если на бензин, это шофёру отдайте. И вот представь, это 650 благодарностей. Вот в Сербии дали, я тут, мы фотографировали её, какие там, как будто масло пролили на неё. Сербы благодарят. У меня благодарность от Рамзана Кадырова, Рамзана Ахматовича, от Александра Григорьевича Лукашенко. Это на их, ну, на бланке. Ну, много таких. От казаков где-то отдельно. Я знаю, что и как показать. И поэтому, который судит, он в руках ничего не держал. А теперь, который мне, Пургин, помогает. Светлые пошли фотографии. Он помог мне, как сейчас помните, на 250 тысяч рублей. Представь себе. Как я могу быть неблагодарен моему Господу. И которая помогала ему Светлана там. И вот у нас здесь, которая местная типография. Это я через неё, а она уже дальше продолжает. И надо всем платить. Я полный покрывал это. И вот кругляшок, круглый корешок. Я сам переплёщик-реставратор. Знаю, как она вылет книгу. Она не такая вот. Такая, ну, видно, что. Я любую могу показать. Где-то Володя тут. Где у вас Новый Завет? Дай-ка сюда. Ваш, который вы приходите с ней. Показать. Вот. Это вот второе издание Нового Завета. Вот оно, что означает кругление. Корешка. Видишь как? А здесь видишь как? Да, да. И теперь картины светные. Каждый год она покажу. Какие? Вот. В книге там есть поля. Между... Вот. Буква поля. Кверху, книзу. Так? А картины нет полей. Чтобы она как можно больше была картина. Гюставо Дорет. 230 иллюстраций. И 10 из классики. И вот оно как выглядит. Вот. Новый Завет. Книга первая. Закладки. Первый том. Видите как выглядит. Это желтое, белое. Это вьюнок называется. Что значит вьюнок? Закладка. Я сейчас ее открою. Покажу. Вторая. Синяя. Третья. Красная. Под цвет российского флага. В который я влюблен. Да. Доказывает, что он божественный. Единственный за всю мировую историю. Это проповедь. Родились в крови. Думайте о небе. Великий белый престол. Этого нигде нету. Еще не понимать-то. А кто не говорил до вас так? Никогда и никто. А почему? Потому что я не родился еще. Ну да. Разная. А в другом месте так. Книги уже приняли. А в это время директор приходит. Что тут такое? Ей говорят. Вот кто и кто. Да кто он такой? Вы знали? Что там написано? Знаете? Нет. Ей. Убрать книги. У меня задача теперь. За следующие пять минут директора на свою сторону перетянуть. У меня не просто опыт. Опыт неподражаемой величины. Это, представь себе, 650 бесед. А бесед было намного больше. Еще дороги останавливаемся едем. То есть больше тысячи. И библиотек 650. Теперь я стараюсь ее все рассказывать. Гляжу, она мягче, мягче. Мне только, чтобы она подпись сделала, я уеду. А они не знают куда. Карл Макс стоит, Фридрих Энгельс, Ленин на полку стоит. А моей книги нет. Мои книги все туда подвинуты. В подвале будут лежать. А книги будут здесь. Это Маргарет Тэтчер, когда сказали, там, премьеры, премьеры. А она перед самым, там, концом, с той стороны. А ставить некуда. А я их всех туда в нижний этаж, говорит, переведу. Сдавливать буду, железная ледь. Я все, к примеру, сказать. В другом месте мы приехали. Человек настроен заранее против. И как, почему он против? Потому что она прихожанка в храме. Я с ней говорю, она, аж сколько про вас говорили, это плохо. Ну, это не доказано. В книгах все есть. Это беда. Книги могут пропасть. Почему? Священник узнает. Он придет и будет стандартно, шаблонно врать. Брехать, как говорит. Что книги очень хорошие. Они нам нужны. У нас семинария для семинарии. И они их выманывают. А Васильевка, когда поп пришел, узнал там, нам до библиотеки, ладно, библиотеки надо, добывайте, покупайте, Лапкин живой еще. И не дали. А другие отдали. Но я не получил ни одного свидетельства. Говорят, сожгли, не сожгли. Показывают, сфотографированные книги лежат. Считают, да. Мои книги взяли на разбор. Самый, академии. Значит, монастырь в Одессе. Потом, а там человек наш и говорит, книги ваши сейчас отправили, еще эти не могли сказать. Отправили они их в Киево-Печерскую лавру. Профессору там или двух. Они просмотрели. Против нету. По сей день отзыва нету. Никакого. Там Дворкин специально занимался. Говорит, они на что не ссылаются. Я книги написал. У тебя ничего нет? Ничего нету. Там какие только нету, на меня нападают. И священники, и кто как. А это значит, чего-то мы стоим. А иначе еще бы они нападали. Сколько книг в библиотеке не на ну нападали, на меня нападаете. Но, говорит, они вымануты отсюда. Ну, в Москве библиотеки, центральная библиотека Советского Союза и Российской Федерации, библиотека имени Ленина. Вторая библиотека, по величине, парламентская. И третья, по величине, историческая. Во всех трех полный комплект моих книг. И как они принимают, какие благодарности. А они могут попы, нет, там им нос отрубят. Они даже не посмеют, они умные. И что, они придут в библиотеке Ленина и скажут, давайте выбросим, потому что Лапкин, он еретик, псевдоправославный, лжехристианин. Нет. А у нас засняты, как я отдаю книги. Фотографируемся. И вот, допустим, мы, ну, каждый день на ночь, где-то мы там огонь, там продымленное, мы же не ходим там в баню-то, только в шахтах были здесь. Ну, и люди-то видят, какие мы. И вот там есть на Дальнем Востоке порт-находка, кажется, или еще там что-то. Молодая такая женщина, я называю сахарного вида, не толстая, но такая, литая. Она уже благодарит. Фокина, вот как называется. А потом выходит, а можно с вами сфотографировать? И мы стоим, она говорит, а можно я вас поцелую? Ну, я еще должен сказать. Поцелуй, ну, ну, ты же видишь, какие мы продымленные, обожженные. А тут приезжают, обнимают меня, ой, да хоть мощи живые пощупать. Как раз Людмила Николаевна, это Степан, она говорит, это Алфимова. Вот какие разные встречи, разные отношения. А где особенно близко? Там, где кто-то работает, который знает. И вы к нам приехали. И сразу книги. Библиотекарь я не записала, запишешь потом. И она не успела перечислить книги ни одной, нет. Тут же расточнили сразу. Обстановка. А в другом месте, настороженность. А третье время враждебное. И мне надо всех. Ну, представь, от Рамзана Ахматовича Кадырова получить благодарность. И главное, когда мы проехали, через все преграды, какие блоки лежат. А как вы проехали сюда, к нему, прям туда, к резиденции. Бог прокладывает. И как мы оттуда уезжали. Дождь лавиной шел, когда уезжали. И там ехать по горам. И там кое-где только отдельно охрана стоит. И куда в сторону, значит, тебя не найдут там. И в одном месте мы так же вот остановились. Ну, раз собаку вывел, я рядом привязал какая-то такая, как буквой П стоит, железная. Что там делалось? Не знаю, может, матрасы хлопали. И мы обедаем, ужинаем. Уже солнце к закату. Я голову так повернул, вижу, напротив собаки стоит с ружьем мужчина. Собаку прицеливается. Я так ахнул. Я закричал сразу, соскочил. Что вы делаете? Так это ваша собака. Ну, я не знал. А это одна из мусульманских республик. А потом мы ночью-то шторку откроем, а там они молодые люди, там, и видно, так, лет 20-30. Непрерывно туда-сюда. Что они там ночью делают? А мы только молимся. И утром встали не торопясь, помолились, поблагодарили, воздали хвалу Богу, поехали в этом месте, в библиотеку, все сдали. Вот понимаете, вот везде библиотекари женщины. А в мусульманских странах чуть не везде мужчины. И когда поднимаешься, там половина этажа первого там, а второе, первое этажа наполовину как бы выше земли. И стрелка написана, комната для намаза, для молитвы. Ну, а мы идем мимо, я дернул, но закрыто. Когда уже сдали, а мужчина коренастый такой, джигит стоит, на Расула Гамзатова похожий. Когда мы книги сдали по рукам, и все, я говорю, сфотографироваться надо. Я подумал об этом. Мы сфотографировались, вышли. Я говорю, уважаемые, вот тут у вас комната для намаза, нельзя нам помолиться там? Какой разгон трубку снимают? Открыто. Заходите. Ну, порядок, знаем, разулись, зашли, стали молиться мира Дагестану, просили, поехали, нам сказали, в эту ночь священника застрелили здесь, священника. Я нигде не видел такой обстановки напряженной. Стоят автоматчики, и только в одном месте видел, там у них стоят снайперы. На улице, когда едешь мимо. И как нас там приняли, и потом фотографировались, люди узнали, к кому приехали. Как в магазине, берите там, что надо. Вот такой кусок сыра мы не взяли, у нас это не принято. А что бы взяли? Я говорю, лепешки лежат, лаваши, вот помидоры, это бы взял. Ну, а они тут сфотографировались, а фотографии здесь проявили, я послал. Так и в Германии было. Виктор-то в очках, и маленькая мощь, это слабовато. И там дальше-то обрака, он не видел. И машина-то, ну, стоп, за нами машина. Там полиция нигде не гоняется, но если ты не прав, сразу остановят. Так сразу. Так, почему бы туда свернули? Да вот он, очкастый, как раз и нават. Так, за нами. Они нас завернули. И когда заехали к ним в полицейский участок, а ребята здоровые, взрослые такие стоят. Давай в фонарикам искать, здесь стекло поднимается у дверки, и туда заглядывать. Они приняли нас за наркобизнес. Ну, когда все посмотрели, мы сфотографировались с ними, а девчонка одна в форме их одетая, стоит рядом и все время посмеялась по-своему там. А мы договорились уже. Осторожнее быть. Морков тертую, к слову сказать. И здесь мы, он едет, Никита Пьяктистович Орлов, теперь митрополитом стал Антонием. И вот так карту положил на руль-то, на это управление, на баранку-то, и смотрит, куда сворачивать-то, где от рожек к тому старику-то, который живет-то. А старик-то русский. Мед везет, который у меня есть, а не двух ведерна, два с половиной ведра. А мед тяжелый. И только вот так переехал, а линия сплошная, не перерывистая. Только переехал, сигнал, едем ночью, никого не видят. Дорога такая, ну, отдельный от вороток-то. Где они могли быть-то? Он говорит, полиция, только руки опустите, не думайте в карман везти. Сразу пристрелят. У них в карман вот так рука, и он успевает первый быстрый, ты ездишь за пистолетом. Говорит, вчера там на остановке тоже было так застрелили. И делает по-полицейски правильно, мы предупредили. А в одном месте он вытаскивает документы, выскочил в пистолет и его застрелил полицейского. Это мне рассказывает он. И здесь так же, они остановили, в чем дело. Да вот такой человек я, а сам на меня смотрит, рукой-то я шевелю или нет. А я тут рука за руку усыпился, мне жить охота. Я вот так вот держу. А они, так, за нами езжайте. Подвезли, вот ваш отрожек. И остановились. Ну, тогда братья-то, он меня вытаскивает. И поднимает, и она оторвалась, ручка-то тяжелая-то. И мед на дорогу. А рядом видно, тут фермер живет, загородка, лошади ходят, луна светит. Ну, он как-то в охапке, или как понес туда вниз, а я остался один. Луна, лошади, и я на дороге пальцем мед собираю, и с дороги... Оно толстым слоем опрокинулся. Вот какие были интересные. А с книгами-то тем более. Вот все, начинаешь вспоминать, люди смотрят все. Такое не бывает. Николай Крущина за рулем сидит. Дальнобойщик. Мастер. Ремонтировать. Мне такой и нужен был. Ну, а Виктор Николаевич, он только как ездит, права есть, и все на этом. И вот мы ехали, когда уже по Португалии, или в Испанию еще, где-то сбились. Ну, и как-то выехали. Навигатор есть и вытащил нас. И вот Лиссабон. Столица Португалии. Николай сидит за рулем. Главная трасса. Едем, ни адресов, ничего нету. Ничего не знаем. Язык-то нам неизвестен. Нужно, чтобы кто-то понимал, хотя бы по-английски или по-немецки. Тут мы договоримся сразу. Ну, куда? И дорога идет, и маленькие отверстия. Маленькие совсем. Николай Резко раз. Николай, куда же ты поехал-то? Зачем? Не знаю. Ну, зачем ты свернулся? Трасса-то водя. Мы там спросим, где храм, там библиотека. Ну, понимаешь, пятиться тут некуда. Да узенькая совсем. Вперед двигается, смотрит. Три человека сидят. Я говорю, тогда тормози, раз поехали. Оказалось, пенсионеры. Вот с ними один хорошо разговаривает по-английски, мы сразу давай договариваться с ним. А где, знаете где? В Аурашен Чоч. Он сразу говорит, я знаю. И где, говорит, она там, вот там, там. Ну, туда ехать столько-то надо. И нужно 10 евро. А у нас дали по 500. А 500 нигде не принимает, боятся большой обман. А он мне и говорит, вот этот сидит сбоку, он богатенький такой. Я ему сейчас, говорит, растолкую. Он, говорит, даст денег вам. И он сказал ему, тот пошел, пришел. Мы считали 500. 500 ему тогда отдали. Теперь ему дали десятку. А у него собака большая. А у него своя машина стоит. А собака у вас кто? Я говорю, такая-то. А кто она? Он или она? Кобель или сука? Я говорю, кобель. У меня тоже драка будет. Надо отдельно ехать. Так, вы за мной-то доезжайте. И доезжает и полицейский участок, он в него. Зашел и говорит. Я не там свернул. Прямо рядом, вплотную православный храм. И мы приехали. Престольный праздник. А чтобы меня там приняли, за год перед этим отец Геннадий там был. А Геннадий Фаст, он не будет прятаться. Он рассказал, как он обратился в моем доме. И когда спросили, кто вы, я говорю, Барнули Игнатия Лапкина. Стой тогда здесь. Сразу пошли запивку вытаскивать, там просворы. А теперь там кто-то и под яком стоит. И представили меня. Народ-то не разошелся, не расходитесь. У нас сегодня вот кто. Так, а тот, что если тарелку кладите, тут сюда евро-то. Им ехать надо. У меня же должен был отец Геннадий приехать, подготовить почту. У Николая рука повернулась. Это нельзя сделать, придумать. Это я рассказываю. У меня свидетель Виктор Николаевич. Это невероятное. И как они дальше книги брали. Как дальше-то мы ехали в Испанию. Там что-то закрыто или было. Через них в Испанию передаем. И сколько купили они у нас здесь. И один говорит, а что вам на дорогу-то надо с собой-то? Что, помидоры? Давайте деньги. Обычно не просят, а тут деньги попросили. Она запомнилась мне. Ну и дали одному юноше, он быстренько привозит. И привозит ботва. Я гляжу, на них висят вот такие круглые помидоры красные. Они их режут, и они дозревают на это. Это из нее сок еще идет. Вот еще учиться-то чему надо. Ну мы это все забрали, сложили, я еще не знал. Это как бильярдные шары не прокусишь. Это не наши помидоры в руках. Вот так вот, понимаешь, все прям шевелится, как медуза. Ну и отправились мы когда оттуда, дальше уже снабдили нас, купили, благословили. Священник дал слово мне сказать. Вот как. Так это я говорю и про одно. Ну вот мы едем, техника своя, газель, в Нижнем Новгороде изготовление. И она забараклила. Нам нужно Великобританию. Но бог-то знает. А у нас забрали документы, шенгенскую зону прошли. А в Великобритании это совершенно отдельное приглашение. Приглашение получили, документы забрали, не отдают. В Барнауле не делают. Нужно зрачки снять там, сетчатку. И пальцы, отпечатки пальцев. Здесь этого не было. А в Великобританию надо, и только в Новосибирск. И мы туда поехали, все сделали, проглазели. Говорит, там еще больше с вас сняли информации. Нам проехать надо. А то салили Великобританию. Билеты все мы открыли, мне нету. Ехать надо нам. У нас же шенген открытый. И через какое время обратно? А там приглашение Валентина Дмитрина Сортисон. Я тогда срочно, давайте, сообщение, чтобы Москва никуда не трогала документы. Мы едем сами за ними. Ну и там приехали. А кто там будет разговаривать? Это су дьякому, этому, игумену Кириллу Сахарову. Он 200 метров от храма Христа Спасителя на Берсеневке. Сказали. Он говорит, нет, там не будет. Я говорю, надо идти. Господь сделает. Он подробно опишет, как мы были. Устоять, говорит, против напоры. Игнать, идти их, значит, я, говорит, не мог. И когда пришли, а там не принимают. Он говорит, это никакой роли не играет. Становимся и молимся. И вдруг открываются ворота, и к нам,мотри, что идет. Вот он все описывает, у него есть подробно все, как мы были. Оказывается, у Бога все размерено, что мы поломаемся. Это в тоннель тащить надо. Могут оттуда и не тащить. Это что у нас? Мы из Шенгена не выйдем так просто? И они ставят отказ. Почему? У вас число не то стоит. Число на приглашении. Или там подпись не в том месте. Что-то они такое вот. А я знаю, это великобританские масоны против меня сильно имели. Заказы здесь делали. Как я ему сказал, кто ему заказ сделал на меня. Статью написать. Черняков Александр Тихонович. Идет на вокзале, на перроне. А я вот тоже, ой, говорит, у меня тут так неладно. Видимо, деньги-то дали заранее. А писать нечего. Да про вас статью. Это радиостанция «Свобода» заказала масоны. И что? Вторая неделя, говорит, он был в лагере, писал статьи. Они у меня, для слова Божия, нет устам, статьи. Между колоссиев и звезд. Такие хорошие статьи. Вы, шурави и пленные в Афганистане, знаете ли, что в далеких сибирских степях о вас молятся? Вы, космонавты, слышите ли наши молитвы здесь? Такой вот, ну, патетика. Азус, я говорю, да как же ты взялся за это? Полщук. Видимо, ему пригрозили. И он вдруг исчез, и исчез, никогда его нету. Больше нигде нету. Там играть не умеют. И он, говорит, две недели на вас, говорит, материал, хочу написать, и еще не могу написать. А что напишет-то? Ему надо хоть как-то. И поэтому они сильно не хотели, чтобы я был у них, там выступал. А тут у нас поломка была одна, небольшая, и большая поломка, когда шли уже в Швеции. И дальше уже как мы переезжали. И когда книги-то отдали, это по-хорошему в Дании было. В Дании. И библиотекарша, она рассказывает, как она русская, сколько лет она училась. И теперь библиотекарша, ваши книги, они сегодня же будут в Королевской библиотеке. И показывает, где она, конечно, грудь колесом, как у голубя Дутыша. Вот как по-разному встречали люди. Свои вот так, чужие так. А кроме того, еще и подарки были мои полные. Государственную Думу, я говорю. Здесь однажды узнали, что на покаяние священники приезжают в епархию. Ну и мы решили дать им, ну дать не все книги, а пять книг. Трехтомник Нового Завета, для Слово Божьей, Ниты, Нет Уз и Крестного Православия, на которые я материал 40 лет собирал. И мы перегородили, говорится, дорогу при въезде в епархию и выходы из Покровского собора. И где-то мы тогда, кажется, около сотни подарили. Сразу подарили. Но были священники, которые сказали, у нас уже есть. Значит, нам это свободно. То есть я совершенно отчужденно смотрю. И говорят, ну вот далее. А я видел там на свалке ваши книги валяются. Или видел, как в кочегарке жгут. Я пытался узнать. Вранье. Нигде нет ничего этого. Ну а может быть такое? Может. Ну и как? Никак. Это не мое. Я бы это никогда не написал. Я просил милости Божией. Благословился после причастия, съездил к митрополиту. Вы опровергните их. Но так как я трогаю недостатки церковные, чтобы исправить. Поэтому врагов у меня до приезлихой. И вот такая история. Хотели бы они уничтожить полностью? Не удастся. Никак. Потому что слишком в надежных руках. Да и кроме того, это в интернете записано. И в центральных библиотеках стран. Я уж не говорю. Где-то как-то по порядку начнем. Румыния, Болгария. И находятся люди, которые нас проводят, принимают, благодарят, благодарственно выписывают. Ну, Шенгенская зона и все государства. То есть принимают наш главный вопрос по-разному. А уходим, а везде одинаково. В одном месте такое. Уже приняли. Я говорю, ну нам ехать. Подождите, маленько тут считай. Ну что ж, она уже пять минут прошла лишней. А она, оказывается, библиотека. Всем библиотекам сообщила, чтобы все библиотекари были здесь. И пока они не приехали, мне не дали выступать. А вот перед всеми заводят меня, теперь говорите. Вот как это Господь делает так. А в одном месте мы сфотографировались. Какой-то прислужник стоит. Ну, такой тоненький. И стоит такой дядька. И все отзывы дают-то. Вся полнота-то от этого к тому перешла. Видел фотографию-то? Вот. Мы везде фотографировали и снимали. А было такое, что... Было, что против. Мы уже отдали, и в это время против. Звонят так и так. Пришла директора, она, прихожанка, там сказала книг, чтобы не было. Я могу их себе взять? Не главное, помочь ей библиотекарю. Я говорю, можете взять. Можете взять. В другом месте в Омске мы едем. И вдруг звонят. Так и так. И звонят там. Что? Вышли на архиерея. Тут она, прихожанка. И он сказал, чтобы книги в библиотеке... Он не приказал, но сказал. А они вам не нужны. Мы приехали, а они с таким сожалением. Мы не можем еще сделать. Как у тех нет маленьких, мы вам сообщим. Я говорю, тому времени книг не будет. То есть, вот такое. А в другом месте, если я не ошибаюсь, тоже в Омске было. Там библиотека. Как-то она называется государственная библиотека имени Ельцина вроде бы. Ельцина. Это уже определенно. Ну и мы сидим, фотография, там стол, флаги висят. И я передаю книги. И как они склоняются. Как я открываю. Если мусульманский, я открываю одну книгу. Если там другое. Вопрос какой. Я сразу раз. 20-й том, это наши беседы с Александром Менем. Вот 7-й, 8-й том, это жития. Вот что вас интересует. А есть что про ивреев? Есть. Это 23-й, 24-й, 25-й тома. Три тома. По 752 странице. Я разбираю историю Израиля и Талмуд. Талмуд это не книга. Это 12 книг. Я отвечаю по вопросам Талмуда, ссылаясь на нее. Ну, понимаете, сколько это? Только одну сторону возьми. Почему на сон у меня выходил 2,5 часа? Это Господь сделал. И вы считаете это подвигом? Ничего не считаю. Я Богу доверил. И теперь Господь их охраняет. Я не думаю, ой, как бы не выбросили. Приезжаю в один... Здесь недалеко совсем. Могу сказать. Камень на обе. Я говорю, книги можете показать? Когда спросил в Краевой библиотеке. Они говорят, хорошо. И гляжу, несут охапками. Но один-то не унесет. Охапками. Вот все книги здесь. Я говорю, убежден. Так это, говорит, которые даем. А второй раз неприкосновенный фонд. Два экземпляра. И тут закон такой же обязан дать. Я и не знал, так давал. Они вот сюда приезжали. Здесь получали. И здесь, когда начинаешь беседовать. Вот скажите. Мешает. Что вам мешает? Не знаю. Мешают православные сами. И главное, это священники. И вот, когда зашли в этот... Приехали мы. А почему? Там, я кажется, одна книга еще тогда не вышла. Они рядом с Навали брали. Покажите. Я книг нету половина. А где половина книг? Да не знаю. А вы можете пойти? Да это трудно найти. Каталог большой. А другая вышла, да я знаю. А где? Да я директорно к себе их взяла. Как взяла? Что, совсем взяла? Ну, похоже, совсем. И не отдает уже сколько времени. И приходится мне второй экземпляр давать. Вот как. Плохие книги не воруют. 26-й топ. Его захватили. И он выходит. Книга стоит столько-то, допустим, тысячи. И говорит, в тройном размере. Я в пятикратном отдам. Только книгу назад уже я не отдам вам. И он не ворует ее. Почему? Он литератор. А там на каждый вопрос я отвечаю, что говорит Библия. Мои маленькие слова. И пять поэтов из разной эпохи, с разных стран. По этой тематике. По вопросу. А вопросы от земли до неба идут. Такой разброс. Интересно? Да. Эту интересность создал мне Господь. Да. Слава ему. Не имеющим никакого образования. Я спрошу, у кого такое было? Я ответить могу. Никогда и никто. А почему вам? Потому что я еще не родился. Поэтому ответы мои, они ни на что не похожи. Человек это считает. Сколько тут ненависти. Давай, вот с этим я уже не соглашусь. Покажи где. Ну вот, говорите, так это не я, а Златалус говорит. Больше сейчас священника погибает. Ну а вот это вот, что я делюсь, это не я. Так, минуточку. Кошка там что-то у него сбросила, полетела. Это кастрюля упала. Ладно, придет, Володя. Пустая кастрюля. Это кошка залезла бы шею ловить. Вот она. Ну это ты испугалась, черная моя. Не бойся. Голос надо знать, не бойся. Ну представь, в кастрюлю влетела, она там ходит по стенке, прохода. Одной ногой можно только. Это, бывало, у тебя было, ее показал. Теперь она обнюхает. Не упала ли рыбка ко мне с кастрюлей вместе. И вот когда я это рассказываю, у людей такое подозрение, что все это выдумка. Так я только по одной области. Да везде фотографии. Мы сидим там где-то. Правда, я не сижу, а сидит мужчина. Он глава администрации, библиотекарь. И я им говорю. То есть вопрос, ну видно, фотография такая. Я говорю, вот закон, который везде есть, это только для нашей страны. В Китае другой закон. У арабов другой. А библейский закон, золотого языка, на все времена, для всех государств, в любую эпоху. Вот что я вам привез. А было так, что сразу же люди начинали вопрос. Было. Кое-где допустил ошибки. Один парнишка такой, ну прямо вот, вы давали визитки такие, а вот эту, которая, а таких было мало-мало, и я ему не дал. Я говорю, дал на бумаге написано какое, ты сам заходи. А там не все написано. Потом бы он нашел. Но то, что я не дал, у меня вот по сегодняшний день, это, я мог бы дать-то, ну, и вот приезжает, прям на ходу пишется, один тут приехал режиссер, он фильм поставил о северных народах, какой-то там Акопян. И вот мы как беседовали на пнях там, и он с нами поехал на проповедь, в каком селе были, все заснято, и обратно едем. Ну я ему сказал, ну что ты снимаешь-то, кому это нужно-то, мы вытащили Нерпу там мертвую, едят дома, но ты больше ничего не показал. Вот снимать где надо, у нас в соседней деревне Долгов, Евгений Алексеевич, фермер. Начал там 4 гектара, а сегодня ему, кажется, 4 или 6400 тысяч гектар. Как люди у него работают, сколько получают, и нам помогать, еще не попрошу трактор разладить дорогу там, или песок привезти, все бесплатно сделает. Вот как он писать надо. Ну, ему, видимо, с нами понравилось. Он едет дорогой и спрашивает, ну вот как вы все-таки с людьми столько знаетесь. Ну вот, я как режиссер, умный или не умный? Я говорю, за последние 60 лет первого такого вижу, дурак дураком. Он так, подождите, остановите машину, тут так, домашним звонят с Ленинграда. Мне характеристику дал Лапкин такую, я с ним хотел снимать еще тут что-то. Я отвечаю как, что ты делаешь-то? Ну, покажи. Хоть одна душа придет ко Христу, нет. Ты глупый человек. Ты к нам приехал. И еще вопросов-то никаких нету. Вот сейчас едем дорогой, а шофер за рулем на меня глядывает. Сейчас авария-то. И четыре трупы он. Да-ка нас пятеро. Зачем меня брать-то? Это ваши трупы. Знаешь, не еще даже при трагедии, то людям смешно. Вообще, меня Господь охраняет. А вы рядом прилепились, да еще и мешайте под ногами. У меня столько историй. Это Елена Гладущих-то заметила это. И говорит, никогда, никакого края нет. Почему? Потому что я, во-первых, запоминаю, а потом необычное дело, приезжали иногда даже люди, которые получили недалекое, приезжали. У нас приезжайте, занятия, нам нужно храм открыть. Я уже туда не могу ехать. Ко мне приезжайте. Но мы все не можем приехать. Понимаете, если бы я говорил, 650 я мог бы общин образовать уже. Если бы просто, а я просто отвечаю, идите туда. Идите в храм, идите к вашему архиерею. Поставил такое условие. Ну вот как деньги. Если мне ссунули 100 рублей, задача моя отдать обратно. Постарайтесь в этот день уже 105 только. Чем больше мне своих денег, тем беднее я делаюсь. Вы встретите еще такого? Нет. Ну вот и все. И поэтому, но когда мне нужно, молимся, вот надо было первый раз поехать. Ехать надо через день. И сразу раз, звонок. Вам деньги нужны? Нужны, ну так. Ну вы же книги издаете. Я говорю, я прекратил издавать. И назад никак. Вот некто начинает писать стихи, а там, ну ничего нету-то. И он не может остановить графоманство. Это болезнь такая. Я сказал, больше не пишу. 12 ноября 2010 года положил перо. Все. Сколько раз руки трясет, чтобы записать. Таким необыкновенным образом. Хорошие стихии. Я уже их вижу. Но уже нет. Я легко заканчиваю работу и перехожу. И вот когда начинаешь об этом говорить, ну, вот еще что-то придумываете, наверное. Нет. Ни одного слова. Мне свидетелей слишком много. Да. А как это сделать, чтобы так было? Богу довериться. И вот когда люди желают узнать, они каким-то образом выходят на меня. И вот это звонит, я его спрашиваю. Кто? Кто ты? Дмитрий Булкин. А где живете? В Калининграде. Кёнигсберг. Да я на книге-то уже не издаю. Не издаете, ну, на что-то же нужны деньги. И мы едем на путешествие. Ну, хоть берите. И это шестизначная цифра. Это не как-то просто. Еще проходит какое-то время. Нам деньги нужны. Буквально в этот же день, когда машина сломалась, из России нам сразу сообщают. Приготовьтесь. Машину бросайте. Высылаем деньги. Покупаете иную, новую иномарку. И едете. Но свою я не отдал. Я называю «Лебедушка». Она высокая. А сломалась, это от нее не зависело. Потом мы узнали. Это Ульяновский завод поставил брак. Ну, и едет все-таки 120 тысяч километров. Вот какие истории, которые у нас были. Как нас встречали в разных местах. Притом, когда мы сломались. И как отремонтировали. Как там бегали, искали. Все обслужили бесплатно. И кто должен был сделать. А он как раз в Калининграде. В Калининградский ремонт. Это он в Испании в это время. Он дает там указания. Нас принимают. Эвакуатор прислали в Литву. Эвакуатор ровно в 100 раз дороже, чем своим ходом. И деньги. И ремонтируют. И еще детали. Это все сказать нельзя. И вся администрация, где все расположены. А когда до сюда доехали. И как они нас здесь. Как мы молились. Как пристали перед нами. Главный инженер-конструктор. Когда нас оттуда попросили выйти. А нам эти люди нужны. А мы молились. Глаза открыли. Они прямо перед нами стоят. И сразу же. Дайте ему там. Видимо лучший механик. За руль проверять. Размонтировали машину. К вечеру мы выезжаем. Все. И как они нас кормили. Мы сидим. Расположились на траве. Там где ремонтируют мастерские. А у них вверху ресторан. Один подходит. И корзинка. И мне там еще только нет. Мы говорим. Среда. У нас нельзя. Нельзя. А что можно? Ну там помидоры. Он бегом туда. И обратно корзину несет наполненную. Это уж ясно. Что администрация дала указания. Не все нас ненавидят. Есть люди. Которые вполне расположены. А почему? Потому что перед Богом. Награда. Самая большая. Когда ты делаешь правду. Тебя поносят. Это из девяти блаженств. Только об одном говорится. Велика ваша награда на небесах. Когда будут поносить и злословить вас за имя мое. Я не против. Ну польза большая та. Что те которые злословят. Пишут ролики против нас. В этот данный момент. Они оторваны от другого злодейства. Они здесь. Я их на себе закрепляю. Они вокруг моей колокольни. Вот что я мог сказать на ваш вопрос. Спаси Христос вас. Слава Христу. Не умею снова? Нет. И у вас есть стихотворение для библиотекарши. Вы написали. Прослушать хотите? Делать нечего. Интересно. Я сейчас это сделаю. Об одной библиотекарше. Так. Я должен что зайти? Куда? Диктофон не все. Подождите. Мне надо обдумать куда зайти. Сапись есть. Так. Я зайду вот сюда. Вот. Теперь. Зайду. В интернет. Тут все общее. И зарядить. Что пользы нам? А. Что пользы нам? Она не пишет. Кавачев. Поет. Я знаю как называется. Поет Кавачев. Что такое? Кавачев. Ну я открыл. Ну вот она есть. Вот она. Что? Она пытается узнать. Сейчас он выдаст. Нам от этих книг. Так. От этих книг. Пользы нам от этих книг. Вот она есть. Так. Не все здесь. На какие деньги? Воспитание воспитателей. Проповедь. О бороде. Вот сколько есть. Идут. Но еще это все не то. Проповедь в стихах. Что пользы нам от этих книг. А. Вот ролик. Ролик есть. Песня. Песня есть. Кавачев поет песню. Кавачев. Ну я сейчас открою. Она меня выбросила. Кавачев нету там в заголовке. И вот я открываю снова. А вот это все Лапкин уже есть. Стихотворение. А может быть здесь оно зайдет на. Стихотворение Ахматовой. Легко. Начнусь. Проповедь в стихах. Все время чувствует. Это читает. Там он поет очень хорошо. Очень душевный стих. А знаешь жизнь загадочная. Это тут. Моего много. Очень много. А где же у меня это есть? Вот не просто найдешь. Так. Куда зайти? Я сейчас зайду вот так. Зайду в эту вот. Надо увидеть где здесь есть. Так. Это кому-то я писал это. Нет. Видишь, не могу найти. Вот это Мажар. Может я ему посылал. В торопях-то сразу не найдешь. Что польза нам от этих книг? Что польза нам от этих книг? Подожди. Технику поставить. Так. Что польза нам от этих книг? Ага. 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 Что польза нам от этих книг? Поэзии и прозы. Когда читающий из них Не извлекает пользы. Не просто пользу на душе. Как жить с грехом бороться Для взрослых и для малышей. Она сестра не гостья. Это книга. Число бесчетное томов В библиотеках разных. Но место Библии самой Не занято и праздно. На все, на все найдешь ответ В чудесной этой книге Так почему же ее здесь нет? Я с удивлением скрикну Библиотекарша тот час Засуетила срочно И для отвода наших глаз Несет каталог тощий Газеты старые, но в них Обоги не словечко Попался Лермонтова стих Карандашом помечен Как будто кладбище оттеней И запах хлеба пыльный Но снова я спросил о ней А раньше, значит, были И тихим шепотом склонясь Поведала смущенно Громче пойте Приехал как-то местный грязь Партик Витальд Горгома Ее он взял, не записал И не вернул два срока Наверно, верующим стал Признал писаться Бога И лично Библию тогда Открыто подавил я Снегом и восемь не беда А там подаст вам силы Оставил адрес и телефон Звоните, рад услышать Однажды слышу, как свой сон Меня лягче ищет Теперь она до мной сестра Нашедшая Иисуса И ты, чтобы так оставить страх Душево интересуйся От этой книги, книг мне Пройдет Спаситель в лагерь Когда я был и глух, и нем И на пути изране Но он склонился и поднял Перерезал потуже И на осла, осла меня Забрал с собой на ужин С тех пор для всех гиблиотек На всех столах и полках Желаю Желаю Библию иметь Любой овце и волку Надежда, пой Животворящая струя Напоит душ пьяны Чтоб человека не стрелять Свои владеяны Свои владеяны 9 августа 2016 года И там идет речь Игнатия Тихоновича И который Содержал такое слово Которое я не знал раньше Слово это Мизгирь Мизгирь это Самый большой паук в России Так называется Но когда я услышал Это слово Я не знал Но было смешно Вот оно здесь Смотрите Я работал Тут и был Где все Мы мог Делали Где там Пил дрова Там Шкурил Было Бывает у людей Шкурный интерес Вот пускай они едут Шкуряц Я старался Чтобы я нигде Разного хлеба не ел Смотри На липучку Какой большой Мизгирь попал Погорел Покажи Офорвался Это сегодня Я ее сделал Ну ладно